Курс, Курсанский. Надо было выходить и что-то им рассказывать. Вот им 240, я один и на плацу. И вот тогда наработана была определенная высота голоса. Так, давайте вот тут встанем и посмотрим на собор. Я вот так займу свое место. Смотрите, что в Одессе еще важным является. Мы с вами, город, сделан по очень правильному генеральному плану. То есть, если мы говорим, что Хаджибей, как населенный пункт, был обнален абсолютно. Вот смотрите, нам нечего сегодня показать о Хаджибее. Вот разве что мы в понедельник снова начнем колупать Приморский бульвар. Если нам все-таки повезет, и мы возле Дюка наконец-то найдем стены. Потому что пока у нас идут только пересыпка, все, что нам осталось там, посуда, пуговицы, трубки. У нас куча всякого турецкого, татарского мотлаха, но мы пока не можем ничего сделать похожего на колпак, который вот для греков у нас уже есть. А когда мы говорим об тогдашнем Хаджибее, смотрите, российская армия сносит его, да, сам замок был взорван. Город, городок этот, поселение даже, давай так, был полностью разрушен. Татары откочевали в степь, и там их частью вырезали, частью они успели уйти за Дунай. Да, и мы остались без татарского наследия. Поэтому на ровной, абсолютно чистой степи товарищ по фамилии Франц Дерибас, ой, что я говорю, Девалан, Франц Девалан рисует Новый Город. Заговаривайте, я не знаю. Он рисует Новый Город. Рисовать легко. У него есть белый лист степи. Как вы понимаете, да, мы имеем с вами две важных штучки. Это море и степь. Между ними у нас перепад примерно метра 18-19 высоты плато-море. Скорую помощь я перекричать не умею. И все привязывается к этим двум важным вещам. К слову сказать, да, это важно с точки зрения еще нашей ментальности. Мы люди свободных стихий. Вот когда я говорю об одесситах, я говорю, понимаете, что это люди или моря, или степи. И то, и другое это про свободу. Это про абсолютно бескрайнее пространство, которое дарит вам, ну если хотите, подсознательно. Вот это отсутствие некой границы, края, стены. Мы все время видим очень-очень-очень далекие горизонты. И что туда, что туда, нам очень далеко можно куда-то двигаться совершенно свободно. И вот он берет этот белый лист, вернемся к этому, и рисует так, как рисовали простые схемы римских городов. Римские города строились по принципу римского военного лагеря. Вы понимаете, да, Рим когда-то, вот, Великий Рим, он Средиземное море сделал своим внутренним озером. И вот эти все городки, которые строят римляне потом, они строились просто от воды. Рисуются улицы, которые диагонально сходятся к воде. Почему диагонально угол дома позволяет рассекать морской ветер, как бы уменьшая его вдвое. Кроме всего прочего, у вас есть всегда возможность до бесконечности дорисовать квадратики. И если вам надо, вы до Киева можете по этой степи продолжать строить Одессу. Ну вот серьезно, никаких проблем, у вас просто новый квадратик появляется. Если вы посмотрите на старый генеральный план до появления черты Порто-Франко, он действительно предполагал бесконечное продолжение вот этих квадратиков. Еще смотрите, какая простая штука. Ну, помимо легкости планировки, да, еще важная техническая штучка. Моряк приходит в чужой город. Моряк в Одессе не был никогда, итальянский или французский, да, он везде бывает, этот моряк. И вот он приходит в новый ему приморский город. Он вышел и пошел по нему гулять. У него есть несколько, простите, очень простых физиологических потребностей. Пожрать, выпить и еще там не будем на Соборной площади оглашать. Хотя тут можно отдельную экскурсию об этом провести. И вот моряк, гульнув, поздно вечером пытается вернуться назад. Что он делает? Он разворачивается и идет в сторону уменьшения номерации домов. Его задача выйти к первому номеру по этой улице, на которой он находится. Он всегда выйдет к воде. Он всегда выйдет к гавани. И он сразу в гавани увидит, где стоит его флаг. И он идет на свой корабль. Все просто. Я как моряк, который очень часто путешествует на яхтах, заходя в маленькие поселки, я знаю, что мне просто надо двигаться в сторону уменьшения номерации домов. Это примитивно, но это работает. Еще есть правильная генеральная линия. Она у нас, если вы понимаете, да, вот эти крылечки, которые стали вылазить, они очень диссонируют, они разрывают гармонию наших улиц, которые прямые по струнке вытянутые. Вот красиво всегда были. Еще у нас морской утренний бриз выдувал по этим улицам все в степь. Из-за газованной инфекции города растворялась степь. Это очень хорошо проветривало улицы. Пока не стали ставить стену домов у моря, никогда которой не было, и не ставить высотки, да, которые, опять же, вылазили, пресекая вот эту хорошую планировку. И в этой схеме, правда, есть небольшая проблема. Вы не можете до бесконечности идти вдоль одной улицы. Вам нужны некие узлы, ну, назовем их инфраструктурные узлы. Вот этими узлами становились площади, которые тогда имели всего два функционала. Это либо базар, либо храм. И поэтому главные у нас узлы с вами, посмотрите, греческий пиндоский базар, старый базар, новый базар, привозный базар, кого-то мы еще забыли, конный базар, да, допустим, старостяной базар. И храмы там, соборная площадь, Спас Преображенский, Михайловская, Алексеевская, Мещанской церкви, Мещанская площадь. Вот эти все штучки, они вот навязаны на вот этом. И это становилось такой местом тусовки, если хотите. Первыми двумя храмами, которые, ну, по легенде были, опять же, заложены в тот самый день, когда якобы 2 сентября был подписан этот рескрипт, который не был подписан, есть серьезное сомнение, что 2 сентября закладывали эти два храма. Я поэтому это проговариваю. Было два храма, святого Николая, угодника, и святой Екатерины Великомученицы Александрийской. Екатерининская церковь, это площадь Екатеринская, Николаевский храм стал здесь. Город был поделен на два форштата. Форштаты были сделаны по отношению к Преображенской, она же осевая улица изначально. И по отношению к Преображенской, если вы знаете, пол Одессы старой заломана под 45 градусов. Это дает возможность и тому форштату, и этому вести свои улицы к изогнутой бухте. И вот у нас там храм, здесь храм, поделились. И, увы и ах, ни один, ни второй не сохранился просто потому, что Одесса была в свое время неким таким Сингапуром, я не знаю, Дубаями своего времени. Настолько быстро город набирает мышечную массу, людскую массу всасывает сюда, что маленькие церквушки не справляются со своей функцией. Функцией вот этой, простите, тусовки. Да, храм все-таки, я в храм иду пообщаться, я в храм иду поговорить. Здравствуйте. Я иду встретить единоверцев, я иду себя показать. Я не только иду там быстренько помолиться, поставить свечку. Им нужны большие храмы. Поэтому Николаевскую церковь разбирают. И на ее месте появляется вот эта часть собора. Отдельно позже, в 60-х годах, появляется звонница. И потом, в самом конце 19 века, еще соединяет это все трапезные. И появляется уже Спасо-Преображенский кафедральный собор в том виде, в котором мы с вами привыкли. Говорят, что колокола собора были слышны в Беляевке. Были Малинские колокола. И учитывая, что тогда все-таки лишних звуков нет. Представляете, где Беляевка, где собор. И эти колокола погубили собор. Вот я бы так, наверное, сформулировал. Он видел всех, кто приезжал в Одессу. Понятно, да, коль скоро он кафедральный. Если хотите, он еще и достопримечательный все-таки, помимо того, что это храм. Сюда захаживал Лев Толстой перед отправкой на Крымскую войну. Когда он через Одессу отправлялся на Севастоп. Здесь молился Бунин. Здесь крестили Анну Горенко. Анну Ахматову маленькую сюда принесли. Здесь отпевали Веру Холодную. Из дома Попудовой сюда принесли. Отпели, унесли на старое Преображенское кладбище. Здесь несколько молебнов отстоял Николай II с семьей. Есть прям фото его авто. Вот где тот автобус прям стоит. И еще, еще, еще могу называть, называть, называть. И собор у нас простоял до 1936 года. В 1936 году в город приезжает придурок, такой Хлемет Ефремович Ворошилов. Он на тот момент нарком обороны. И его приносит, ну, по какой-то служебной надобности сюда. Говорят, что он остановился в гостинице Централь. Не проверял. Но где-то он рядом спал. В каком-то отеле рядом. И его будет под утро звон колоколов. Вы знаете, каждый час колокола отбивают количество часов. И он говорит, уберите эту гадость немедленно. И по приказу Ворошилова собор пытаются взорвать. К тому времени в городе были закрыты уже почти все храмы. Какая-то часть из них перепрофилирована, либо перестроена под какие-то, ну, там, нужные спортзалы, склады, магазины и так далее. Этот решили просто уничтожить. И они попробовали взорвать. Есть фото вот этого угла, оторванного взрывом. При этом повылетали все стекла в округе. И тогда они заложили направленный, велели заклеить все стекла на соборке. И направленным взрывом завалили колокольную на соборке. А потом уже кувалдами и ломами доразобрали. Вот та школа у нас построена из камней собора. Да, она сделана из камней собора. Она у нас довоенная. Есть еще такая легенда, не легенда, что Ворошилов приказал на месте алтаря поставить туалет, городской туалет. Спасибо академику Филатову, который за свой счет поставил вот тот фонтан, вот ту чашу фонтана на алтарное место, защитив ее от оспирнения. И этот фонтан простоял там. Вы помните, кто постарше, да, помнит, что фонтан стоял чуть выше. И когда вот сейчас собор восстанавливали, ну, если хотите, в знак уважения к этому демаршу Филатова, фонтан передвинули, поставили, как на анатолийстве. Когда взрывали собор, успели вынести останки Михаил Семеновича Воронцова и Елизавета Цаверевна. Воронцова перезапорнили нас на Слободском кладбище. Когда сейчас восстановили, их вернули в Нижний храм. Они там лежат внизу, там есть две плиты, если когда-то будет время, загляните, увидите. Не пускали. Не пускали сейчас в Нижний храм? Ну, такие, московский патриархат, они что себе там каледуют. Вот. Идемте к памятнику Воронцову, я расскажу еще, что было с памятником в тот же момент. Они хотели его свести. Сейчас подойдем, если мешать свои коллеги. Я вот с ним поговорю, а потом мы сместимся левее. Не-не, нормально. Я не буду громко кричать, а потом, когда группа сместится, я туда вас двину. Я вам говорил, когда взрывали собор, приказали убрать Воронцова. Бульдозер подъехал со стороны до Марусова, обмотали его цепью и дернули. Памятник устоял. Его оставили, но, правда, поменяли фасадную табличку. Там была табличка «Светлейший князь, сейчас светлейший князь Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссии». А тогда появилась пушкинская эпиграмма «Полумилорд, полуневежда, полупоэт, полупупец, полуподлесный, с надеждой, что станет полным наконечником». Давайте в двух словах о Воронцове, потому что мы еще к дворцу пойдем, я там подробнее расскажу. Знаете, это опять еще одна странность Одессы. Я через Воронцов ее объясню. Нам повезло, что у нас не было русских правителей. Вот в первых 50 лет Одесса не видела русских мэров. Мэров и генерал-губернаторов. В чем здесь фишка? В чем здесь радость? Если вы представляете систему управления Российской империей, то это жесткая вертикаль, которая досталась Московии от чингизидов. Ханская власть, наверху абсолютный хозяин всего. Не важно, он будет хан, он будет великий князь или он будет царь, президент даже. Второй человек государства уже не значит ничего, если он будет неугоден хану. И эта система работает, простите, добрых там 700-800 лет уже в этом государстве. И вдруг, что это значит? Давайте разберемся. Царь является собственником, владельцем, единоличным, самодержцем, всей территории государства. Она вся поделена на некие там губернии, там область, у нее землю. И вот туда вы уезжаете по праву крови, ну вот вы родились каким-нибудь Нарышкиным условно. Все, у вас уже все хорошо. Вы уже получите Вологодскую губернию однажды. Вы можете не уметь читать, писать, быть абсолютным долдоном, но по праву того, что вы уже Нарышкин, вы все равно уже в Вологде будете управлять. Дальше у вас там одна функция, всего одна, добывать шкурки. Вся Россия живет, единственной валютой является пушнина. Золото не добывается, углеводородов не добывается, да и соль свою они стали добывать только там где-то в 16 веке. Отсюда получается простая штуковина. Вы туда приехали и начинаете лупить местных рабов, там, крепостных, не знаю, или кто там еще у вас есть, и добывать, ну, энкое количество кун, куницы, соболя, писца и чего-то. Большая часть уже это Москву, все, что сверху, остается вам. Отлично, вы великолепный губернатор. В Одессе нету шкурок. В Одессе степь. И поэтому сюда едут те, кто готов взяться на пустом месте и креативить здесь. Поэтому здесь иноверцы, иностранцы, которые готовы на некий такой экономический социальный эксперимент, если хотите. И поэтому мы и получаем испано-ирландца Хосе де Рибаса, мы получаем какого-нибудь Анри Лиссанро де Лонжерона, француза, мы получаем Ришелье, мы получаем Томаса Кобле, мы получаем еще каких-то там ребят. Даже когда приезжает Михаил Семенович Воронцов, уже, ну, куда более русское имя. Но надо понимать, что Воронцов Россию увидел впервые в 19 лет. Он родился только лишь в России. Маменька умирает, когда ему не исполнилось еще годик. И его папа, посол в Британии, забирает сына туда. И он там получает великолепное светское и военное образование. И он приезжает абсолютно англофильскими мозгами, абсолютный либерал, который долбит Александра постоянно одним и тем же. Надо отменить в этой стране рабство. Рабство тормозит Россию. И он готов это реализовывать здесь, как некий эксперимент. И вот мы получили и очень классного топ-менеджера на все эти земли. Вот тут, например, развитие экономики края, оно вот на этом перельефе. Мы получаем человека, который там три военных кампаний блестяще провел на Балканах, на Кавказе и, естественно, всю войну с Наполеоном. И то, при Краоне, кто не обращал внимания, справа на коне во главе англо-французских войск, англо-русских войск, простите, скачет Михаил Семенович Воронцов. Навстречу во главе французского отряда несется сам Бонапарт. В этой битве задача у Воронцова была очень сложная. Ему надо было правильно отступить в сторону головных английских сил, сдерживая натиск Наполеона. Наполеон в битве при Краоне потерял в полтора раза больше солдат, чем Воронцов. Если хотите, мы можем позволить себе фразу Воронцов побеждал Наполеона. Представляете, что такое Наполеон, как фигура тогдашней политики, как стратег, как начальник. Поэтому мы можем только охать и ахать восторгаясь этим человеком. И вот мы получили с вами на 23 года замечательного генерал-губернатора, который и поддержал здесь зону Портофранка, и человек, который развил здесь и танкорумное овцеводство, коневодство, внешняя торговля расцвела здесь. В конце концов, действительно добивался того, что в этом городе рабства не было. Если у нас и были крепостные, то это только те, которые привозили один помещик с собой привез службы какие-то свои, но любой прибежавший в Одессу получал статус мещанина, свободного человека. И мы получаем с вами, опять вот то, о чем я уже говорил, мы получили город свободных людей. И Одесса город свободной экономической мысли, город свободных взаимоотношений. Здесь женщина могла идти по улицам и курить, здесь женщина можно было увидеть с бокалом пива, что жутко всех удивляло абсолютно. И еще, еще, еще. Я уже молчу, что представитель любой национальности, которая пребывала здесь, получал то, что ему нужно было. Учить своих детей, ходить в свой храм и себя реализовывать в любой из профессий. Здесь фактически не было ограничений по национальному принципу. Это тоже его заслуга. Окей, идемте дальше, я попробую. Здесь он с фельдмаршалским жезлом уже, вы знаете, он получил звание фельдмаршала уже перед самой смертью, практически уже выйдя в отставку. С эпиграммой такая история, если кратко ее, Пушкин в Одессу был прислан как коллежский секретарь по линии Министерства иностранных дел. То есть он юноша, ну сколько мы там, 23 после царской лицеи, здесь уже 25, который только-только закончил лицей, это он только начинает свою службу. Это первая ступень карьерной лестницы дворянина, который служит не в армии, а в некой светской службе. И Пушкин приезжает сюда, и Пушкин очень быстро увлекается Елизаветом Савериной Воронцовой. Разные ходят там мнения, говорят, что из 32 стихотворений, которые написаны в Одессе, 12 посвящены были жене генерал-губернатора. Воронцов это как-то все держит, хотя Пушкин отнюдь не самый хороший чиновник в его канцелярии. Он где-то шляется, он куда-то вечно и спрашивается, он мог просто не явиться на службу. И Воронцов все это терпел, терпел достаточно долго. В городе уже стали просто пошло хихикать, что Пушкин просто там прописался в спальню Воронцовый. Все при этом как-то там Воронцов понятно это знал, слушал, что что-то там как-то происходит. Но в какой-то момент и стало пошлым. Именно пошлым. Я не знаю, что кроме взаимного глубочайшего уважения было ли что-то большее. Никто этого не знает наверняка. Но вот это в Леонсовиче стало уже известным. Знают все при этом, что еще три стихотворения посвящены Амале Ризнич Вы помните Негоцантка Молдави Евгений Вы помните еще его весьма откровенные отношения с Каролиной Собанской женой Иеронима Собанского местного магната еще там Вяземская с перепиской очень откровенной еще две сестры Бларенберг эти девицами правда были вот это дочери нашего таможенника Иван Бларенберга и в общем вот в какой-то момент Воронцов понял что пора как-то этого товарища как-то отодвинуть подальше и отправлять его в командировку на Саранчу У нас нашествие Саранчи по губернии тут аккуратно надо вот два месяца ехать по всей губернии разбираться как же там с ней борьба идет Пушкин оскорблен жутко но командировочный получил я видел его расписку деньги взял и он выезжает доехал он недалеко из двух месяцев инспекции его хватило только лишь до Каменки доехать в сторону Николаева там поместье в котором он зависает на дней 5 и дальше что-то как-то он передумал ехать и он возвращается и появляется на пороге дома Фундуклея это торговая у Галпастера там тогда была канцелярия Воронцова и они там же жили Воронцов его видит говорит слушай ты вообще Саранчу видел? он говорит видел конечно ну так пиши отчет и он прям при нем ну так по крайней мере вспоминают светлейшему князу Михаилу Семеновичу Воронцову генерал-губернатор Новороссии на месте Кубисараби и кавалеру отчет Саранча летела летела и села посидела все съела и дальше полетела дата подпись Пушкин вот кто-то говорит что дело едва до дуэли не дошло кто-то говорит что нет Воронцов сдержался и просто написал тут же рапорт Нисселерона министру иностранных дел Российской империи непосредственно начальнику Пушкина о том что прошу ходатайся перед государем оператор Пушкина ошиблись были в ходу уже бумажные деньги парусное полотно чугун железо зерно экспортировалось активно наличие порта на Черном море мощного Российской империи было нужно живись воронцов нет подождите я о Пушнине говорил без привязки к веку я говорю о 15-16 веке Пушкина а что делать в Одессе здесь Пушкины нету чем здесь заниматься я вам объясню я знаю чем здесь занимались я знаю спасибо это нормально всегда я это получаю хорошо все вот когда да и тогда Воронцов спрошу перед государем императором об увольнении Пушкина с государственной службой как не способна конной вовсе и Пушкин увольняет он становится первым профессиональным поэтом Российской империи понятно он это воспринял как кляузу хотя на самом деле Воронцов скорее спас Пушкина от больше глупостей ведь Пушкин даже собирался бежать с пиратами из России да там с греками уже даже договорился поэтому потом он очень жалел об этой эпиграме но она так быстро разошлась по фейсбуку и инстаграму тогдашню что ее читал уже на сентябре вот так что вот такая история воронцов глава воронцов Мы